В четверг состоялось очередное заседание Оргкомитета по проведению мероприятий, приуроченных к 35-летию аварии на Чернобыльской АЭС. В отличие от предыдущих заседаний в работе приняли участие представители ЧАЭС, Арса и в онлайн-режиме представители Агентства управления зоной отчуждения. Вначале подвели итоги выполнения работ, порученных на предыдущем заседании, уточнили наличие мест для проживания в Слаутище для проведения соревнований, рассмотрели вопрос по изготовлению юбилейных медалей, закупке и посадке роз, типографических заказов, открыток и другое. Представители администрации ЧАЭС поделились своими планами подготовки к этой дате, среди которых отметим отдельно решение о проведении цвето-звуковой проекции на саркофаг, как это было на День независимости. Рассмотрели вопрос пока в теории о проведении концертной программы в ночь с 25 на 26 апреля возле саркофага. Изучается вопрос о выпуске книги по видеоматериалам, подготовленным в рамках программы об аварии на ЧАЭС, журналисткой Еленой Семашко. Выпуск памятных открыток. Представители администрации ЧАЭС предложили расширить экспозицию Чернобыльской атомной станции в музее и создать дополнительный зал, посвященный работам, проведенным после аварии за последние 35 лет. Своими планами поделились и представители атомремонт-сервиса. Обсудили задействование площадки Чернобыльской атомной станции в рамках конференции УНИДЕКа. Следующее заседание состоится 24 февраля.